Масленицу Масленицу Принято считать, что чем большее количество блинов съест дядь, тем больше он любит свою тещу. И наоборот, чем большее количество блинов съедает теща, тем лучше у них отношения будут с дядей. Мы на Масленицу жарим блины, этим занимается жена, у нее лучше получается, у меня получается лучше их есть в тарелке. Варены мы с начинками любим, дети любят с красной икрой, со сгущенкой, иногда мы со сметаной любим. В гости мы, ну, конечно же, любим ходить, но как-то на Масленицу, такой традиции, прям, ну, пока еще не ввели, не завели. Мы еще молодая семья, у нас все впереди. Раз надо к теще идти, пойдем в гости к теще, мы не знали, спасибо вам. И жена, сейчас мне вот пироги будут печь, не пироги, а блинчики. Вчера спекла штук где-то 50, я за два раза сел и пришел и съел, и все. Вот так что, вот такие дела. Встречаем здесь, выйдем, гуляем, знаете, этот, с внуком, с правником. Не обычно родители делают. Панкейки, блинчики, в этой неделе, это наш завтрак постоянный. Завтрак, обед и ужас, конечно, потому что в школе, что дома, встречаемся с родственниками, кушаем блины, на выходные тоже пойдем. Субботним вечером за праздничным столом собирается вся семья. Седьмой день Масленицы, прощенное воскресенье. Попросить прощения у родных и близких условие обязательное. После Масленицы великий пост, самый длинный и строгий.